Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Это я говорю о погоде на сегодня. Градус все ниже, дни короче и пасмурнее. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах до плюс 5, а днем 10-15. И в горах местами до плюс 10. В Черкесии временами дождь, ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 12-14 градусов тепла. Где и как получить удостоверение частного охранника в Черкесске? На какой срок оно выдается? И кто не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранного лица? На эти и другие вопросы сегодня нам ответит инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике лейтенант полиции Хаджимурза Семенов. С ним встретилась Александра Коваленко. Доброе утро, Хаджимурза. Расскажите, пожалуйста, как можно получить удостоверение частного охранника? Да, добрый день. Для приобретения правового статуса частного охранника в первую очередь гражданин должен пройти профессиональное обучение для работы и сдать квалификационный экзамен. После чего он должен обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы и при обращении он должен при себе иметь в первую очередь он должен иметь медицинское заключение по форме 002 ЧОО. Дальше он должен иметь две фотографии 4х6, оригинал и копию паспорта и оригинал и копию свидетельства прохождения профессионального обучения. Также необходимо гражданину пройти доктилоскопическую регистрацию. Как и где пройти доктилоскопическую регистрацию? Да, это несложно. Для прохождения доктилоскопической регистрации гражданину необходимо также обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по КЧР. лично с паспортом гражданина Российской Федерации, которую проводит наш сотрудник. Расскажите, какие меры предпринимаются вами для улучшения работы подразделения и уменьшения очередей для выдачи удостоверения частного охранника? В целях сокращения времени ожидания заявителей в очереди в подразделении Центр лицензионно-разрешительной работы функционирует система предварительной записи, наряду с которой функционирует система управления электронной очередью. Прием сотрудников осуществляется три раза в неделю, в том числе и в субботние дни, чтобы людям было удобно приходить. Что касается госуслуг, можно подать заявление через портал госуслуги? В настоящее время граждане республики все чаще используют механизм подачи заявлений в электронном виде, с использованием возможности единого портала государственных и муниципальных услуг. В течение 2021 года поступило к нам 327 заявлений, из них на предоставление государственных услуг для приобретения правового статуса частного охранника. Из них в электронном виде 327, то есть это составляет 100% в электронном виде у нас поступило заявление. С какого возраста граждане могут обратиться в подразделения для получения удостоверения частного охранника? Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеют право обратиться в органы исполнительной власти с заявлением о выдаче удостоверения частного охранника. На какой срок и как продлевается удостоверение частного охранника? Расскажу немного подробнее про продление, потому что в соответствии с установленными требованиями в области частной охранной деятельности, гражданин для продления срока действия, он подает документы не позднее, чем за месяц, то есть в течение срока, но и не ранее, чем за два месяца. Это делается для того, чтобы мы могли, месяц почему месяц, чтобы мы могли обработать всю информацию и продлить ему удостоверение. Также предоставляется в Центр лицензионно-разрешительная работа по месту жительства заявление и документы, перечень которых определен соответствующим административным регламентом по предоставлению государственных услуг. Расскажите о сроках рассмотрения заявления на приобретение и продление удостоверения частного охранника. Сроки рассмотрения заявления на приобретение и продление удостоверения частного охранника составляют 20 рабочих дней. То есть это со дня регистрации заявления. То есть это получается около 27-28 именно календарных дней, ну плюс-минус 2-3 дня. Не больше. А что касается госуслуг, эта процедура проходит быстрее? Процедура подачи проходит быстрее, но процедура рассмотрения документов остается такой же. То есть время не меняется, так же мы рассматриваем 20 рабочих дней. Кто не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника? Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника граждане, вернее, не являющиеся гражданами Российской Федерации, не достигшие 18 лет, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными. Также граждане, которые не предоставили медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, которым предъявлено обвинение в совершении преступления. Также это граждане, которые не прошли профессиональное обучение и не сдали квалификационный экзамен. На какой срок выдается удостоверение частного охранника? Удостоверение частного охранника выдается сроком на 5 лет. Какое количество граждан нашей республики имеют удостоверение частного охранника? На сегодняшний день в Центре лицензионно-разрешительной работы правильного гвардии по Карачаево-Черкесской республике зарегистрировано 2557 граждан, имеющие правовую статус частного охранника. Спасибо Хаджи Мурза, что были сегодня нашим гостем. Вам спасибо огромное, что пригласили, даете вопросы, интересуетесь. Это очень приятно и правильно. Природа Карачаева-Черкесии очень схожа с предгорными районами швейцарских Альп. Ее можно сравнить и с шотландскими пейзажами. Все это великолепие можно увидеть в открестностях прекрасного озера Хурлакель, в переводе – Блаженное озеро. Оно является украшением Карачаева-Черкесии. Кстати, от озера пусть лежит к необъятным просторам, где открывается панорама на Эльбрус и главный Кавказский хребет. А знаете ли вы, что есть естественный памятник природы депортации карачаевского народа и легенда о Хурлакель? Продолжает нас знакомить с красотами Кавказа Алла Динаева. И вот ее живописный репортаж. Много озер в Карачае. Хурлакель – самое прекрасное. Большое оно и очень синее. Стройные сосны растут на зеленых берегах и удивленно глядятся в его чистое зеркало. Спит озеро в тихие дни, а по вечерам, когда с горных склонов спускается ветер, частая рябь идет по нему. Высокие звезды качаются на прозрачных его волнах и густой камыш, задумчиво вздрагивая, нашептывает в воде древние предания мудрых нартов. Эту легенду о молодом пастухе Аймуши, который на берегу Хурла озера выбрал стойбище для своей атары, читали и слышали многие. А геоэкологические и рекреационные особенности озера изучили в ходе экспедиции сотрудники Качего имени Умара Алиева еще в 2012 году. Около недели они жили на берегу Хурлакель. Заведующий кафедрой экологии и природопользования географического факультета Вячеслав Онищенко рассказывает, что при измерении лесного массива их привлекла однородность древостоя, которому порядка 70 лет. Животноводы покинули эти места в период депортации. И сосна где-то лет 10-15 развивалась без нарушений, не вытаптывалась котом. И в результате лес сомкнулся. И это естественный памятник природы, памятник тем печальным событиям, которые происходили 70 лет назад. Вот этот одновозрастный лес. Если сейчас там осуществить уход за этим лесом, то можно создать уникальный ландшафт. Повысить продуктивность этого леса, его эстетическую значимость. И он уже приобретает свой сакральный характер. Это озеро такого сакрального характера. И люди могли бы, конечно, прийти там отдохнуть, вспомнить эти исторические события, которые произошли. И, конечно, естественный памятник, как бы порог природы отозвалась на те события. И, значит, увековечило их. Если бы местные органы власти обратили внимание на этот памятник природы и разработали контролируемые маршруты, чтобы люди могли посещать это место и приносить дань памяти печальным событиям 43-го года. Ведь Хурлакюль нуждается в охране и в доступности, говорит Вячеслав Онищенко. Это Министерство экологии и природных ресурсов. Это Росприроднадзор должны тоже самоосуществлять контроль за охраной этого. А Управление лесного хозяйства, они должны грамотно провести уход. Вот. И мы бы могли и принять участие, чтобы вот сформировать именно такой лес ажурной, кроной, вот, доступный, с местами отдыха, с местами прогулок вокруг озера. И вот этот лес, вот, сосняк на высоте 2100 метров, это верхняя граница леса фактически. Вот. Она бы была, конечно, уникальным памятником бережного отношения местных людей вот к этим вот местам. У нас в республике природа создала прекрасное место, как Линдуловская роща в Ленинграде, говорит Вячеслав Валентинович. Переходная зона от Субальпика к Альпийской зоне, вот, это уникальное явление. Таких мест у нас, пожалуй, больше и не трудно назвать. Живописнейшее озеро Хурлак-Кёль расположено на высоте 2080 метров над уровнем моря. 8 лет назад, когда участники экспедиции детально обследовали озеро и окрестные места, сканировали дно эхолотом и провели химический анализ по 23 показателям, выяснилось, что максимальная глубина 8 метров, протяженность порядка 300, а ширина 170-180 метров. Общая площадь озера 4 гектара. По химическому составу это исключительно чистая пресная вода. А начало дороги на Хурлак-Кёль начинается в Кубанском ущелье у слияния разноцветных вод двух рек Кубани и Худес. А получилось это интересное природное явление из-за того, что Кубань берет свое начало с литников Эльбруса и имеет каменистое дно. Ее вода в отсутствии дождей прозрачная с зелено-голубым оттенком. А река Худес имеет глинистые почвы и берет начало вдали от литников. И поэтому имеет черный, а то и бурый цвет. А место их встречи, конечно, впечатляет. И преодолев мост через Кубань, попадаешь в ущелье Худес. Далее проезжаешь каменные ворота, так называемые царские. Некогда это была огромная песчаная скала, которую взорвали геологи, чтобы освободить проезд. А после созерцаешь всевозможные ландшафты из лиственных лесов, которые сменяются полянами, пастбищами. И попадаешь к прекрасному озеру, которое напоминает чашу внутри лесного обрамления. Хурлак-Кёль имеет статус особо охраняемой природной территории и называется патриархом среди озер. Поскольку в акватории водоема и вокруг него сохранились реликтовые растения древнелетниковой эпохи и живописные уголки дзикой природы. Здесь открываются туристам удивительные пейзажи, которые погружают в сказочный и необыкновенный красотый мир под названием Хурлак-Кёль. Алла Динаева, Али Бастанов, Раши Токов, Вести, Карачево-Черкесия. Нет, это не программа в гостях у сказки. Это утро на телеканале Россия. Посмотрите, какой у меня соведущий. Он приехал из Кисловодского цирка. Скажу вам по секрету. Немного капризный. Ну, звезда как-никак. Если у него отобрать банан, будет громко возмущаться. Возмущаться. Возвращаю, возвращаю, возвращаю. В цирке остались его сородичи, которые выступают на манеже. Вы знаете, очень забавные. А медведи делают стойку на передних лапах. Вот я, к примеру, не научусь делать стойку на руках. А косолапые очень талантливые. Все могут. Не буду долго рассказывать о новой премьере в Кисловодском цирке. Лучше посмотреть наш репортаж о новой программе «Экзотик-шоу Оливрувер». В Кисловодском цирке одна программа сменяет другую. И снова и дети, и взрослые спешат в цирк на «Экзотик-шоу Оливрувер». С первых секунд захватывает дух. Акробаты словно молния врываются на манеж. И тут же взмывают вверх воздушные гимнасты. Грация, пластика, красота. И все это в унисон с великолепной музыкой. Программа многожанровая. На манеже представлены все основные виды циркового искусства. Животные здесь словно спортсмены, представляющие сборную России на Олимпийских играх. Хоть Мишку и называют косолапым, но он доказал, что силен в спортивной гимнастике. Не уступают в мастерстве и артистизме обезьянки. Обезьяны-джигиты – отважные наездницы. Над манежем парят и экзотические птицы – яркие попугаи. Что уникально, то что в живой природе нету таких партнерств между попугаями, обезьянами, обезьянами и понями. А здесь как бы они контактируют, они являются партнерами и доверять должны друг другу. То есть сначала мы приучаем их к себе, потом друг к другу. И конечно же, чтобы все взаимодействовали, и все это смотрелось красиво. А вот и грациозный, невероятно величественный леопард. На манеже представлен и патриотический мини-спектакль в жанре джигитовки, где главные артисты – лошади, орловской и буденовской породы. И руководит всем этим действом миниатюрная наездница. Руководитель конно-акробатического ансамбля «Русские казаки» Виолетта Александрова-Серж. В этих животных просто невозможно не влюбиться. Это как бы без вариантов даже человеку, который рядом не находясь, увидев это животное, всегда им восхищается. Меня, можно так сказать, сажали с того момента, когда ребенку можно сидеть. Первый раз на манеж я выехала на лошади в пять лет. И уже далее и далее начала выполнять разнообразные трюки. В восемь лет я уже выполняла трюки на скорости, на лошади. Меня всему учили мои папа и мама. На высоком художественном уровне выполняются цирковые трюки. Талантливые артисты, лауреаты многих фестивалей. Зрители получили заряд положительных эмоций, повеселились от души в компании и клоунов. Их забавные репризы рассмешили всех. Оливрувер с французского – импровизация. И программа построена так, где артисты могут мастерски и на высоком уровне дарить людям радость. Вся наша жизнь – это импровизация. Никто не знает, что будет завтра. Поэтому каждый день для нас приносит что-то новое. А это новое вводит свои корректировки не только в нашу жизнь, но и в нашу работу. Работа у наших главных партнеров, это наших животных. И основные импровизаторы, конечно, это они и, безусловно, коверные. На премьере полный зал детей. Многие приехали на шоу из отдаленных районов Ставропольского края. Российская цирковая компания представляет проект «Цирк детям села» и организует поездки на представления. Конечно же, большое спасибо цирку, потому что такая грандиозная программа, такая хорошая чистота, уют. Ну, даже, не знаю, ну, просто все великолепно. Большое спасибо. Кисловодский цирк участвует и в благотворительных акциях. На шоу пригласили детей, отдыхающих в санаториях Кисловодска. Многие из них оказались в трудной жизненной ситуации. И поход в цирк яркий для всех праздник. Очень понравился, артисты были молодцы. Мне особенно запомнился клоун. Программа была очень интересна, такие красивые животные. Мне все понравилось, было все очень красиво. Дверь были очень красивые. Все понравилось, но, боже, всех мне понравилось. Мне понравилось, это где обезьяны на лошадке. Мне очень понравились собаки и макаки на пони. Еще очень понравились попугаи и кошки. А еще и гепард. Давайте все вместе поблагодарим, пожелаем артистам здоровья, творческого долголетия. И мы очень хотим и надеемся, что сегодняшний день оставил в душе каждого из вас добрые чувства и хорошие воспоминания. Зал полон аплодисментов, улыбок и восторга. Экзотик-шоу «Али Вровер» ждет всех на свои представления до 17 октября. Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Искисловодска. Близятся выходные, а это значит, что можно распланировать свой досуг в выходные дни. Наш обозреватель Альбина Курочинова-Кенжева уже сделала подборку мероприятий и киноновинок. Ей слово. Доброе утро, друзья. Как ваше настроение? Сегодня я расскажу вам о мероприятиях в республике и о новинках в мире кино. В картинной галереи Черкеска открылась выставка художников-юбиляров в семье единой. Представлены живопись, пейзажи, портреты, абстракции. Экспозиция продлится до 10 октября. Завтра в 18.00 в Доме культуры Алла Куйдан состоится спектакль Микаэля Чикатуева «Когда отчизна в огне». По роману Калиджи Гутанова «Волшебная игла». Любителей ужастиков ждет детективная история беременной девушки Мэдисон, которая готова терпеть нападки жестокого мужа. Однажды ночью после очередной его вспышки агрессии в дом пробирается черная злобная сущность, убивает мужа и нападает на Мэдисон. В фантастической драме «Дюна Пол» отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Аракис, где нет ничего, кроме песка, палящего солнца и чудовищ. На этом у меня все. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. До встречи! Сегодня именины у рябины. Рябина издавна считалась символом солнца, а яркие красные ее плоды являются одним из символов осени. Еще рябина – символ счастья и мира в семье. С давних пор рябина по-прежнему верно служит людям. Любые поделки из ее коры и древесины дарят человеку удачу и успех, защищают от зла. Например, чтобы ускорить выздоровление больного, положите у его постели веточку рябины, а положенная на ночь у постели здорового человека такая же веточка отгонит неприятные сны. Думаю, нужно попробовать. Всем удачного дня и встретимся завтра.